Ну а чё и нет, чё и нет, это же Doom. Минус Ember, минус Windranger, минус Dazzle. Интересно, чем все-таки EG собираются контрить этого Doom, потому что вот так они его смело отдают, еще и на закрывающей в первой стадии. Явно у них какой-то план есть. Виверна это, кстати, не тот совсем саппорт, который прям так может хорошо по зоне. Может опять какой-нибудь Sven у них будет в конце концов? А, нет, все-таки герокоптеры. Здесь очень жесткая драка. Стратегия 3,5 ммр пацаны. Кстати, смотри, возможно, в чем задумка EG. Возможно, герокоптер будет качать ракетку, и Doom на линии вообще никак не оставят, и нужно будет Doom идти в лес, а в лесу уже SF, ему там как-то, им надо будет делить этот лес. Так SF-то нужен один кэмп большой, и стакаешь, и фармишь его за дайр, а все остальное Doom может ходить и фармить при надобности. В принципе, тоже, да. Doom это слишком универсальный такой персонаж, и если Vega сейчас еще доберут Лича, допустим, тогда, конечно, появится какой-то спейс у Дарксира, но Виверна с герокоптером вообще никак не справятся с этими ребятами. Какая-то Templark еще доберется для EG, возможно? Да нет, это отличие. Да нужен EG 100% нужен сильный мизер. Вега пошла по грязи. Свой супер агрессивный вот этот стайл, будут пытаться о них декларировать. Солон Night Stalker, но им, правда, отвечает тоже нормально так. Спиритбрекер... Какие-то очень вообще быстрые пики у нас сейчас проходят. Спиритбрекер — это один из самых хороших героев против Night Stalker. Ты можешь банально гоняться за ним по карте даже ночью. Он бежит, и ты бежишь. Да, только ты быстрее! Так, четвертый пик для Веги. Что может быть еще достаточно грязное, чтобы Вега... Ну смотрите, если сейчас Вега себе забирает Лича, то у них получается саппорт и личный Night Stalker, и СФу помочь будет вообще некому. Уже Лич сюда не будет. В том-то и дело, что Лича уже здесь не засунешь. Интераптора в бане, Бэйби Банни, Дазлов в бане, герои-то кончаются! Витчдоктор какой-то остается. Витчдоктор весьма плох. Против Дарксира Баратрума нужен кто-то другой, не Витчдоктор. Ну ладно. Выбора нет. Посмотрим, как он будет стоять в линии. Ну да, но вообще, конечно, это тяжело. Просто он тебя бежит Спиритбрекер под щитом, и что ты будешь делать на своем Витчдокторе. Ну а ты другого придумай. У меня был вариант, но я не скажу. Джеки Росс? Ну и он тоже. Джеки Росс всегда вариант. Какой-нибудь Омни Найт сейчас сказал бы. Да, но тот Омни Найт, к сожалению, Найт Сталкер уже есть, поэтому тяжело было бы играть в доту. Занято место. Да. Так, ну зато теперь есть чем подсейвить эсэфа в случае чего. Потому что Братрум будет разбегаться и какой-то сильный мидер, если эсэфа сильно не поздоровится. Нужен какой-то кэрри, но какой же это будет кэрри, если гирать уже кем тут может сыграть у нас Пашка? Ну вот это Ванина там, Пларка. Кого же сейчас возьмут ЕГЭ? Надо открыть список героев. Лина по-прежнему. Не, ну у ЕГЭ-то там есть выбор большой. У них есть хоть Лина, хоть... Да не, не такой большой, да? Лина есть. Ой, ну вот этого героя мы вряд ли могли ожидать, но он нарисовался. А вот у Веги. У Веги выбор-то действительно не очень велик. Потому что очень много героев уже в бане или в пике. А Вега-то только играл обычно, где Паша и Эмбер, Паша и Гирокоптер. Да нужен просто какой-то ранжовый эфир, который сможет простоять против этой линии и пофармить, а потом Дума у волка подскушает, Нунчик посаппортит, он Мекку соберет. Алхимику есть, кому по хвате гоним. Это так, к сведению. Нет, алхимика здесь 100% не будет. Алхимик плюс Дум это вообще плохая. О, Хускар, ребята, Хускар. С Хускаром не очень приятно против Баратрума играть, но все остальные действительно для него здесь еда. Ну я бы захотел кого-то станнера все же. Кусик. Чтобы он умел станить, да, этот герой. Ну, а кто? Рейнджовый станнер Кэрри? Вингай? Виртус Про? Ну вот как раз таки с Хусиком. С Хусиком я Вегу ни разу не видел. Ну... В Рейс Кинг. Все бывает первый раз. В Рейс Кинг, кстати. Папич? Нет, Папич здесь ужасный. Да почему? Нет, ну инвокер, он вынужден будет играть через воздух. А он и так будет через него играть? Не думаю. Да в смысле, я знаю, что он будет так играть. Да все играют через воздух, нахрен не нужен твой это. Ты можешь взять на единичку экзорт, чтобы уже Алакрати получить 20 демеджа и фармить с ним. А типа... А потом... Ну, воздушные скиллы круче. У экзортов слишком длинный колдаун, всякий метеорит там раз в 100 минут запускает. Да и комбинации нет хорошей, пацан. Урса. Ну, Урса в Веге был такой, да, неоднократный. Ну, я думаю, какой-то неординарный. Ну, вообще Хускар здесь очень хороший. Луна может быть, кстати. Луна неплохо, кстати. Вообще-то... Это была Наркерри. Или Дум. Или Дум Керри. Скорее Дум. Мне кажется, ЕГЭ в свою ЕГЭшную доту обыграют. Ну что ж, болеем за наших парней. Надеемся, что Вега сейчас сравняют счет и покажете ЕГЭ Кузькину мать и передаем слово нашим комментаторам. Возвращаемся к этому эпическому, уже эпическому противостоянию ЕГЭ и Веге. 1-0, Level Geniuses впереди. Первая игра нам показала... Задала, скажем так, очень неплохой темп. Настрой Майн Ивенту. И настрой действительно. Ну и вот во второй игре мы видим очень необычный драфт от Веги. Они получают Дума и одновременно с этим СФ в свое распоряжение. Такие мы темные ставим. Да, я думаю, уже можно включить игру. Да, давайте смотреть, что у нас здесь на карте происходит. Ну и, собственно, посмотрим. Паша будет играть на Думе. Найтсталкер от Соло. В хардлинии Маг на Тускаре. Сёма Заслеер Вичдоктор. И Нуан на Шадоу Финде. Ну и ребята из Evil Geniuses. ППД сыграет на Винтер Виверни. Смайл в Миду будет стоять на Инвокере. Артизия – это фармящий Герокоптер. Фир – он такой семи-супорт. Спиритбрекер будет ромить. И Юниверс будет играть на Дарксире. Да, и очень интересно у нас получается. Три милишника против Инвокера, Дарксира, Герокоптера. Ну, весьма такой… Да и, в принципе, весьма не то чтобы плохой, а сомнительный пик у Вигги. Но посмотрим, как это сработает. Герои сильные. Возможностей у каждого из них очень много. Да, я просто представил эту вот драку для ЕГЭ. Мне страшно становится, когда я уже вижу в одном пике Винтер Виверну и Дарксира. Вот просто страшно. А куда добавляется еще Герокоптер вместе с Инвокером, так вообще беда. Еще эта бешеная корова, которая будет к ним пробегать. Ну да, действительно будет непросто. Я надеюсь, что у нас первая карта будет по своему геймплею, да, скажем так. Она повторяет первую, что будет много активности. У ЕГЭ очень много вот привычных там комбинаций. Но давайте посмотрим за выходом. Найтсталкер агрессирует, получает первые тычки. Будет забирать руну. Спиритбрекер стан. В итоге руна отдается Спиритбрекеру. Артизи забирают руну снизу. Ну и размен по ХП здесь явно проигрывают. Дум вынужден скачать землю. На первом левеле вместо крипа убегает за счет этого. Да, минус 2 баунти руны. Так вот, очень много привычных комбинаций у ЕГЭ. Это Виверна Дарксир, Виверна Спиритбрекер, Дарксир Герокоптер. Ну и, наверное, Дарксир Инвокер. Дарксир такой герой, который со всеми сочетается. Для драки 5 на 5 действительно идеальный персонаж получается. Посмотрим, как в итоге на линии получится. Снова мы видим с вами противостояние 2 на 2 на мид позиции. В центральном коридоре здесь Сумаил и Ноу Ван как коры. И два суппорта. Винтер Виверна и Лич Доктор. На этот раз суппорт рейнджевой. И у той и другой команды. Ну да, Ноу Ван теперь не будет такое тотальное... Ну... Так все плохо не будет у него в начале. Скажем так. Да. На топе мы тем временем видим. Ну да, стандартная связка. Дарксир, Спиритбрекер. Айншелы вешаются на одного на второго. И поехали убивать противника. Очень здесь нужно правильную позиционку принимать и Думу, и Найт Сталкеру. Без хп особо не бегать. Потому что может быть больно. Внезапно может быть очень больно. Такая линия жир, с которой просто свисает, стекает. Потому что и Дум, и Найт Сталкер, и Спиритбрекер, и Дарксир все герои одни из самых толстых в доте. Угу. Угу. Ну вот, считай, Эйншелы пытаются подворвать крипову с Соло. Соло тяжеловато, не знаю. Конечно. Снизу в те временем попытка была забрать немножечко побить Мага. Роккетберра Джима пробила. Маг стоит под своим тавером. Линия подпушилась. Он до поля. Он счастлив. Он сейчас получит себе левел. Ну пока второй еще. Скоро будет левел третий. Да. Но получается, не такой сильный будет Дума. Ему стоять тяжело. Сильный Дарксир, сильный Буара. Но в то же время и Таск получает довольно-таки много на линии с гирокоптером. Конечно, линия у ЕГЭ выглядит чуть поувереннее. Если вот не считать мида, где, ну, СФу слишком хорошо. Плюс ему еще и стаки делают. Ай-яй-яй. Да, экзорт качал Сумаил. Так что вроде дэмэджа, казалось бы, неплохое количество. Но Ван успел первоначально душу набрать. Он слушал, такая интересная информация, что Гига дважды брали Спиритбрекер и Дорст проиграли. Так, и врыв на Соло. У Соло большие проблемы. Подходит Вичдоктор. Каски успевает разбежаться. Здесь же Дарксир. Ну, тянуть время только. Только тянуть время. Соло пытается уйти. Еще на Сандстракт накрывает это ферстблазом Сумаила. Инвокер был готов. Котов. Таким килом. Не дал потянуть времени. Но, в принципе, в любом случае, Night Stalker погибал. Немножко жадновато вышел он за руной. Тем временем. Гирокоптер. Не удается его закрыть. Night Stalker телепортируется вниз. Сноубола нет. Есть манга. Но на Гирокоптера ты не полезешь. Даже если бы его здесь перекрыли, вряд ли бы Артизи удалось убить. Да, он разворот еще встретил Рокотбэрэджем. И не факт, что тут там живых остался. Да, в итоге начало неплохое для Yellow Genius получается. Самое, кстати говоря, как прогнозировали наши аналитики, играет через единственный прокачанный экзорт на единичку. То есть получает себе Аллакрити, что очень важно для него. И вот за счет Аллакрити будет пытаться добив крипов добивать. Видим, демидж у него стало под сотню уже. Что вполне прилично. Даже чуть побольше, чем у SF. Да, но пока что так. DSF, конечно, наберется со временем. Но по-другому здесь инвокеру тяжкая без Аллакрити. Что-то делать. Покинули. Оставили одного Дума на топе. Бедняжка Дум. Сейчас будет просто чувствовать всю боль от двух этих героев по Теншеллу. Ну, Потавр не полезли. Со второй землей, да, не взять. И слишком он толстый все-таки. 800 хп. Плюс даже единичка армора, но все равно. Такие же наглые эти эфиры Юниверс. Ну, а что им тут сделать? Хотя вот подтягивается Сёма. Подтягивается сюда Паша. Подтягивается сюда Соло. Братрум пытается уйти. Но цепляют в итоге Юниверса. Ну и заберут его. Молнию. Сейчас даст Паше и убьет. На. Хорошо. Вот этот вот один момент такой неловкий, когда ты на Думе взял не самого, ну, вроде как, крутого крипа. Но в итоге с ним делаешь факт. Ну, совершенно им балансная молния. Она наносит 140 дэмэджа. И при этом стоит всего-навсего 50 мп. Как-то слишком для первых лвлов получается много. И это еще Дума, которой у маны не так много. А если взять эту саму Гарпию, то она там кастует слишком часто эту молнию. Вообще да, если посмотреть, в такой ситуации, когда тебя давят, когда ты стоишь под Сентавром, молния действительно может иметь успех. Паша таким образом может крипа отбивать. Так, мид Терен, атака на Сумаила пошла. Сумаилу довольно больно, но он жив. Разворачиваю Соло. Пробил неплохо так. Соло пострадал. Санстрайк. Соло не достает. Соло был в дизейбле в этот момент. А Фир застрял в кустах. Четы как-то не скооперировали здесь два героя. Ну, Сумаил давал на ход, понятное дело, но не ждал, видимо, этих башей как-то. Ну, Фир уже не отменить никак разгон. Да, из-за этого... Но все равно бы Соло, скорее всего, уходил бы. Тем временем выход на Shadow of Fiendan. Нужно чем-то его подсейвить. Но нет, здесь еще и Артизи. И в итоге вчетвером выходят на центральную линию. Чет много демоджей. Голдаун. По Семе. Сема. Паш не срабатывает у Фира. Вторую тычку дает он слишком медленно. И в итоге смог у Тивич Доктор. Да, хорошо дал Night Stalker Void для того, чтобы чуть-чуть медленнее заходил на хайграунд Гирокоптер. Ну, честно говоря, весьма сомнительный вот такой выход. Вы забрали Shadow of Fiendan? Да, здорово. Но больше вы не забрали никого. А в итоге потратили очень много ресурсов. И Гирокоптер вынужден отправляться на базу. Много путешествует Артизи. Один ассист у него есть. По хребса тут, кстати говоря, топ-1. Все равно. Держится. И Панетворс, правда, топ-3 позиция. Но там 4 героя, даже 5 героев держится примерно. Плюс-минус 100 монет. Из-за того, что с нижней линии вышел Гирокоптер, Тортаск надобивал, конечно, знатно крипов. И в итоге выходит наравне с Инвокером. Ну, пока что равная игра. Вот есть стаки в лесные. Возможно, на них целились как раз-таки Evil Geniuses. Но пока что лесные стаки у нас... Ну, лан, приходится всем и фармить. Ой, тут много денег, много экспириенс. Все очень вкусно, все очень здорово. Можно Аквил какую-нибудь купить. Нормально, забрали. Стак делался только один, мы видим, да? Других стаков нет. Ну, можно сэп просто будет вернуться на Медлинию. А с упортом продолжать стакать. Вот что, например, сейчас делает Сёма. Так, а что соло? Соло у нас привык на этом сталкере рассекать. Меня уверяли, что не отдадут его ни разу. ЕГЭ. Но ЕГЭ слишком дофига отдали. Нападение на Думу. Он включает землю, включает ФС. Жить! Паша! Сурдж включает Дарксир. Паша все еще живет. Залетают каски. Какой же танковый Дум. Каски в итоге не отлетают в Дарксира. Перетягивается таск. Никого с собой не берет. Нет, берет трех героев в итоге. И забирают Дарксира. Танк способности Дума недооценили. А Дум, красавчик, он вкачал землю в 4. У него 36 единиц здоровья в секунду. Он восполняет себе. Ну, как такое количество я могу переселить одному Дарксиру? Ну, на самом деле, были близки. Были очень близки. Да, были близки. Такой интересный момент был. Артези пошел воровать чужие стаки, но стаков уже не нашел. Его видят. Его каким-то образом видят. То есть, сюда пинговал только что у нас Мак. Может быть, пока мимо Тавра пробегал, спалился. Ну, и в итоге Артези слишком много времени тратит. Ну, смотрим Нетворса. 3000 УСФа. Да, ну вот как раз-таки Инвокеру тяжко против Дума. Это герой, который все-таки кастует, а в Думе ты особо не покастуешь. Дума на втором месте по Нетворсу за счет... Так, где-то у нас был экшен. Дума в итоге за счет поедания крипов на втором месте. И Таск догнал Дарксира. И пока что у Веги все по Нетворсам очень хорошо. Им бы сейчас все-таки за первую ночь забрать бы кого-то еще? То есть, самим в агрессию выйти, а не так, чтобы... Брак. Ну, можно. Ну, можно. И несколько состей подключался. Они, казалось бы, уже должны были где-то что-то устроиться. Но как-то Вега ловко избегали всех возможных нападений. Ну, сейчас посмотрим, как Вега сами будут реализовывать ночь у Night Stalker. Пока ограничивается Соло лишь фармом снизу. Ну, да. Причем Таск зафармил седьмой арканс и оттянулся. А вот Соло, наоборот, пришел получать экспул. Ну, слишком маленький левел. Перетягивается. Соло обгрызается. ППД, ППД. Артик Бёрн. Там еще Артизи подходит. ППД дает замедление. Свиндер с Бластом. Но Артизи дальше не пошел, потому что СФ увидели. Подиспугались. Но удержал разгон. Санстрайк. Сливает Night Stalker очень быстро. Ноу-1. Понимаешь, что ему сейчас будут проблемы. Получает Рокет Берридж и Култан тоже в ноу-1. Артизи пытается пробить. Но и для сейва сейва нет. Слишком долгое ТП от Мага. В итоге это минус 2. Артизи сделает ТП-аут. Маг не успевает с Валерс панчем. И в итоге успешная атака от Эбл Дженесис. Провал. Что тут можно сказать? Ну да. Как ты пришел, а его не испугались, ЕГЭ. Ну это был тот самый выход, который по идее должны были организовывать у нас Вега. Но СФ прилетел прямо под вард. И в целом тяжеловато им такими героями заходить. Я больше думал, что Night Stalker пойдет с Кускаром. Какой-то такой вот микс. Да, довольно сильный дабл. Вот нет у Веги привычного кэрри, который обычно выходит на шестом и может вписать сразу очень много дэмэджа. Либо Гирокоптер, либо Эмбер. Doom, он все-таки немножко растягивает по времени свой урон. Женоват, женоват. Согласен. Stay safe тоже мы видим, что нуждается в каком-никаком фарме. Вроде бы здорово. ПТ Аквилл купил, Боттл. У тебя что-то рейзы феноменальные какие-то. Но если ты получаешь... Соло сейчас умрет. Артизи. Оп. Ждал. Вылезает. Соло встречает. Колдаун на ход. Есть санстрайк. Соло разворачивается, но от Гирокоптера пострадал. Артизи классно действует в этой игре. Очень много активных действий. Изначально они не окупились. Но теперь работает. Вот правда сейчас он далековато заходит. Смог атака. Нужно его отрезать. Интервьюер на без шестого. Это шанс. Пытается сделать ТП. Ну что, опять? Дом, дом, дом. Варварс Панч. Ай. Ну как так? Который раз уже? Да. Неловимый Артизи. Не успевает раскатиться. Не успевает использовать Варварл Спанч. Причем кстати Варварл Спанч то он использовал. Но уже на фонтане Гирокоптер взлетел. Видимо. Ну, в любом случае, да. Артизи. А не в крипа ушла вроде? Может быть в крипа. В любом случае Артизи уходит. Слишком много он создает пространство для своей команды. Еще при этом убивает. Сам не умирает. Пошел санстрайк у нас. Но за доджили. Хорошо. Выход на Фира. Фира нужно забирать. Фира забирают. Разгон в откате был. И плюс ко всему получил еще Саленс. Без возможности. Ну вот. За ногой за дерзость. Наказали разочек ребята из Вега. По графикам в принципе полторы тысячи в пользу Егени так много. Просто пару раз этого Артизи подцепили. Было бы все лучше у Веги. Ну вот вместе Вичдоктор и СФ. Пики были 30 раз. А выигрывали только 9. Ну очень странно на самом деле. Потому что сочетаются вроде как неплохо. Их пассивная способность там СФ и ульта Вичдоктора. Маледикт опять же под Верст. Ну странно. Что-то не идет у них вместе. Так. Ну вот АТОП подключение пошло от ЕГЭ. Но под Вардом. Под Вардом они все это смещение переводили. В итоге все видели. Вега с квадрон. Знают. Читают. Должны пойти отходить. Да почему-то потому что не торопятся. Они байтят. Они хотят подраться. Вот у ЕГЭ тоже стоит здесь вард. Но никто не палится при этом. Из Веги. Но в то же время на других линиях никого нет. И не решаются напасть. Да. В итоге Артизи фармит снизу. В Мидикс говорят Сумаил с Мидасом. Он у него старт какой-то замечательный. Три фрага сделал. Нетвор стоп 2. Он конечно не так здорово фармит всякие там стаки. Которые могли бы делаться. Да. Но. Свой фарм и свои киллы он забирает в этой карте. Артизи пушит нижнюю линию. Никто ему не может помешать. Знаете. Салкер вообще боится подходить. Учитывая что там спирит брейкер. Который тебя может разогнаться с любой точки карты. Нашли Виверну. Но она использует Арктик Бёрн. И опять в лесах уходит. Ну. Какого-то Сигеля. Не знаю. Магу не хватает на единичку. Вот был бы Сигель. Можно было попробовать прочек. И тем временем зацепили Артизи. Ну. One. Сайланс. Артизи. Пошла ульта. Ну и в итоге Соло должен выживать. Наконец. Артизи зацепили. Санстрайк. Экзор там уже вкачан на 4. Санстрайк бьет очень больно. Да. Расслабились. Немножко рановато. Точнее Сол очень немножко рановато расслабился. Нужно здесь побольше постараться мансовать. Пока инвокер не выдал свой санстрайк. Теряют вышку на нижней линии. Теряют вышку на миде. Вышку сверху. Это уже минус 3 тавера. И при этом еще и проигрывают один фраг. По экономике не очень хорошая ситуация. Но она поправима, скажем так. Санстрайк. В Пашу. О-о-о. Больно было очень. Так вот. Кстати говоря, по поводу санстрайков. Это сказывается отсутствие практики игры против инвокера. Ну, кто последний раз брал инвокер? Ну, это не очень частые герои. Герои, там, тир 2, возможно, да? По текущей мете. Сейчас вообще тир 4 какой-то. Да. Сейчас тир 3, тир 4. Согласен с тобой полностью. И в итоге вот, когда раньше играли часто против инвокера, все мансовали, все двигались как-то неординарно. А когда это забываешь делать, тебя накрывают санстрайки, и ты погибаешь. Причем самое неприятное, что комбинация ЕГЭ, она еще свою силу не набрала. Туск еще... Дарксир еще не получил высокий левел. Еще Виверна не шестая. Да, Мекки нет, блинков нет. То есть, когда вот, например, Дарксир и Винтерверна появятся блинтагер, Вегас Квадрон будет еще хуже. Вот. И они пытаются сейчас что-то интересное придумать. Мы еще не видели ни одного дума в игре, кстати говоря, 13-ая минута. И левел 9-ый уже дум. Пора-па-па-па-ра. Вот внизу собираются, под вардом палится Паша. Остальные бегают под смоками, но ЕГЭ благополучно отходит. Мы побоялись сразу в лес идти на гирокоптера, хотя он кастовал ультимейт. Ну, видно, в кабинках совсем ничего не слышно, потому что если бы знали, что гирокоптер где-то скастовал, предполагали бы, что фармит леса и что самое главное выйти на него можно. Ну, да, здесь пока что тяжеловато. Ну и вчетвером идут. Очень интересный выбор айтемов у нована, то есть он покупает себе яшу. Фармить хочет. На разгон. Ускоряет свой фарм. Действительно. Есть какой-либо мекки там и так далее. Так, ну и вот он в этих смахах. Ну, Йолги посмотрел, кстати говоря. Ну, пацан страйк-то неплохо, можно комбить. Не только пацан страйк. Ой, какой хороший сейчас ультимейтная сталкера. Не знаю, они прочитали. Сейчас будет встреча. Вивернагерд залетает. Дум. Дум уходит. Получает Винтерскерс. Пошел ультимейт. Дума в итоге выталкивает. Дум должен кастовать хоть что-то. И Сэп раскастовывается. Падает Дарксир. Стоит ультович Доктора. Минус два. Фира нужно добивать. Минус три. Вега. Одерживает победу в этой драке. Нужно цеплять еще кого-то. Цепляют Виверну. Нечем сбить ТП. Сумаил. Поднимает в воздух. Ну, все КД. Ну, все КД. Пытается свалить. Нужно дождаться книжки. Чтобы уйти хотя бы в инвиз. Но там ТП. Сэп ТП. Но Ван пытается уйти. Санстрайк. И добивает. Но Вана сбивают ему ТП с помощью чарджа. В итоге он лопается. Ну, все было здорово. Но потеря Сэфа Дума перекрывает было и заслуги. Да. Размен в пользу ЕГА получился из-за этой потери Сэфа. Но, с другой стороны, байбэк использовал Спиритбрейкер. Мне интересно, в той драке, а как так получилось, что Дум вылез под Винтерс Керсом из-под Санстрайка Самоила? Потому что там Дум должен был сразу падать. Это хороший вопрос. Может быть, его какими-то шардами... Вот там айшард запырят. Неужели они подвинули его? Могли подвинуться, да. Круто. Тогда, товарищ маг, молодец. Вот только Сэф, конечно, далеко зашел. Он далеко, и никто его не пошел поддерживает. Но мы уже поняли. Скорее всего, если бы пошли поддерживать, там тоже бы отдались. Потому что за вышкой тяжело. Но Ван здесь пере... Ну, чуть раньше ему стоило сказать тиммейтам, что, мол, парень, подвинься, поаккуратней будь там куда-нибудь уходи лучше фармить. Так, 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 ну что ж, 9-8 у нас счет. Графики, графики пока в пользу. Велджиниус. Ну, немного, учитывая, что они снесли на 3 вышки больше. Да, действительно, не самый большой такой перевес получается. Играбельная ситуация, вполне себе такая. Не даст еще у них. Как-то вот смогли здесь Вега подравняться. Сейчас самое главное Веге вот именно как-то переживать комбинации. Потому что это был не самый болезненный Винтерскерс, прямо скажем. Мне кажется, один из самых вообще худших, которые можно было получить. Потому что там казалось, как будто от безнадежности пяти давался ультимейт. Он шел первым. Он видел, что все разбегаются в разные стороны и под прицелом, мол, только Doom. Но тут либо даешь, либо получаешь Doom сам первый и помираешь. Было два варианта. Ну, так. Влад, кстати говоря, появляется у Паша, но это хороший артефакт такой. Хороший у него и Крип сейчас съеден. Дает ему 11 армора суммарно. Это все. И более прочный становится. Все-таки 1400 хп, когда там у тебя ноль армора, маловато. Особенно вот такие, опять же, раскасты. Очень много артизии выходит в атаку. Не цепляют его. Он тоже Сенча себе взял. Такой, чтобы пережить нюки в исполнении Вега Спадрон. Ну, в Вега собирают опять вот у нас артефакты Doom, во всяком случае, на замес. SF нет. SF скорее хочет фармить. Но ему как бы здесь рисковать и выходить в какое-то быстрое БКБ тоже ни к чему. Хотя БКБшки здесь порешают. И очень сильно будет решать Аганим Найт Сталкера, если он выйдет в него. Потому что Vision здесь ЕГЭ очень нужен. Без него тяжко. Ну, согласен полностью. Обращу ваше внимание также на то, что стоят хорошие борды. Причем от одной и другой команды, которые бедны. Артизи там теперь не пытается уйти. Не успевает на этот раз он свалить. Два раза он избегал своей смерти. В этот раз спускать его не должны. Дал полдан на развороте, но погибает. Sunstrike залетел. Дэмэдж расплетился. И выживают все из бегов. Как же много наносит урона Герокоптера. Ну хорошо, забрали Артизи наконец-то. Наказали его за вот этот вот агрессивный фарм. Меха появляется сразу на таске за счет этого фрага. Так, и... И... Увана, да. Ой, рассказ от Сумаила. Но Увана больно падает. Он сейчас перед брекер контрольный такой чардж дал. Как в папчике. Вот этот вот билд через EU. Но очень эффективный, очень опасный. И взял себе блинг еще. Ко всему прочему. Сумаил. Ну, ты знаешь, действительно, после того, как увидишь инвокера, который чуть ли не в соло убивает СФ, хочется сразу бхбшки себе какие-то приобрести. Иначе совсем непонятно, как это все дело переживать. Да, и СФ почти никакого нет. Только Сноубл Таска. Что тяжеловатый, на самом деле. Ну, или альтернативный вариант, это дума врываться в инвокера. Вот. Такая контрастная. Ну, тогда нужен блинг. Тогда нужен блинг. Согласен. Блинг нужно купить. А Паше, я думаю, хочется еще и гонильчики какие-то прикупить себе. И Шивы, и что-то еще. Да. Ну, Паша встревает. Разгончик пошел. Незерстрайк. Универс рядышком. Опять та самая комбинушка. Еще рядом Минтер Виберна, который... Паша один здесь вообще. Минтерскерс. Санстрайк. Ну, это провал. Он вообще был один. Кстати, на той же точке, где погибал СФ. Недавно совсем. Да. Два кора. Ну, вот это уже тревожный звонок. Потому что такого мы от Веги не видели. Они ошибались в первой игре, но не так сильно. Но сейчас это провал. Сейчас ты очень заметный. Действительно, два вот этих вардака, которые стоят на ЕГЭ, они видят все передвижения кор-героев. Особенно на мид позиции, где, в принципе, самая такая проверяемая часто территория. Один сидит неприятно, неприятно. Это позволяет немножечко улучшить свои показатели ЕГЭ. Экономика растет по отношению к противнику. Вот так. Ну и деньги зарабатываются. Вот слишком просто вот эти вот 3000 преимущества они получили. И здесь так тяжело еще Веге драться, пока у них не появятся какие-то БКБшки. Нереально. Пытаются браться вместе. Тир-1 поломать. Но тут же уже идет СФТФ. Это не верно. Сразу сплинтер-бласт и ломайте, пожалуйста. Ну, за счет СФ более-менее получается. Дарксир берет блинк, у него есть четвертый вакуум и собираются дефить. И Вега правильно уходит. Драться пять на пять им сейчас нереально. Ну и причем здесь даже не получилось какого-либо сплита. Неужели Вега действительно рассчитывали в пятером пойти и поломать Тир-1? Я думал, что кто-то будет из разряда в четвером пойдут, а кто-то пофармит один. Ну, элементарно Дум. Ну, Вега потерялись немножко. Сейчас им нужно прийти в себя. Пока еще не все потеряно. Вот Дум собирает себе Блэкинг Бар. Наверное. Хочет именно танковать. Ну, БКБ, БКБ СФ, БКБ Дум. Как еще? Как еще? Других-то вариантов нет. Ну, я думаю, вряд ли это будет какой-то Аганим сразу. То есть можно просто свой ультимейт даже и не дать в траке. Да и зачем? Выход на Артизи. Цепляют Артизи. Очень близко к лыжке. Под Сайленсом. Закрывают. Но, да, уже пошли все на сейв. Стянули разве что. Не было Виверны. Но, кстати говоря, Виверны бы действительно в этой драке не было. И все равно заходить так далеко тяжело. Обратил внимание тем временем на закуп Смаила. Он выходит в Некрономиконы. Это тот самый инвокер, который впоследствии будет идти. Имеет два Фоджа Спирита, два Некрономиконы. Это все дело. Ну и вот, кстати, Жотан-то был прав. Это экзортовый инвокер. То есть он взял себе на единицу векс. Качает экзорт и квас. И будет именно через форже и Некрочей играть. Вот такой вот билл. Знаешь, вот там такая ситуация была, что мне кажется, Самаил действовал именно по текущему раскладу на игре. Когда он увидел, что получается делать киллы санстрайков, он решил санстрайки максить, экзорт вкачан, а вот теперь уже пошли идеулы. Не знаю, тяжело сказать, чем там думал Самаил. Так, выход на Дума. Дум не успевает. Ничего! Какой вакуум! Винтерс Кёрс! Все, сейчас должно лопнуть у команды Вега. Лопается один. Второй герой. Минус Вич Доктор Дум. И легко отделаются, если это только два героя. Полетит ракета. Ну, скорее всего, Соло здесь должен уходить. Хотя могут за ним пойти дальше. Нет, пустили. Как по нотам исполнили ЕГЭ. Ну, вот та самая страшная связка. Винтерс Кёрс и Дарк Сирс с блинком. Да, и герокоптер еще. И герокоптер сверху там. Ужасно, просто ужасно. Просто влетело то, что должно было влететь от ЕГЭ. Метеорит, кстати говоря, не был в Кастон, по-моему, да? Без метеоритов он такой бласт был. Ну да, он был бы в кулдауне сейчас. Дал только бласт. Если бы метеорит был, там бы слегли все, наверное. Урона, конечно, очень много. Несмотря на то, что, казалось бы, герои толстоватенькие, такие ребята из Лега, которые будут пережить такой рассказ, но просто невозможно. Нет, Лега вообще не понимают, что им сейчас в этой ситуации делать. Им действительно тяжко. И такие варды еще стоят у ЕГЭ, что выйти как-то с базы незаметными не получается. Вот они бегут сейчас, их всех видят на варде, и ЕГЭ сейчас могут вообще все, что угодно делать. Кстати, по поводу некрономиконного статистика на инвокере. В девяти играх с некрономикономом 66% винрейта. В этом патче. Без некрономиконов 34% Ну тут без некрономиконов это те инвокеры, которые играли через класс векс. Суппорт инвокеры какие-то сообразные. Да, пушьте эту чертову лыжку уже. Она так сильно мешает, на самом деле. Да, кстати, до сих пор ни одного ультимейта от Думы так и не было. Ну и без блинка вряд ли он тут его вообще... Нет, красок же вроде вкастовывал. Да? Ну так там себе такой момент был. Что этот ультимейт особо вроде и не решал. Все равно мало, в общем. Ну да, да, да. То есть там этой реализации не было. Ну он понимает, что все, терпеть дальше нельзя. Он купил себе Яшу, но Сэнжин Яшу доделает возможно позже. И купил себе БКБ. При этом думаю еще до БКБ очень далеко. Если у него нет конечно в Курьере что-то, а у него в Курьере ничего нет. Ну и всю карту просто фармят. Они все видят. Они видят всех героев команды Вега. Как Вега собирается выигрывать. Но они для начала решили вот так вот выйти, хотя бы поломать ТВРА. Хотя бы чуть-чуть. Получить золото. Кстати, не самое плохое решение в такой ситуации. Хотя бы делают хоть что-то вместо фида. Все равно конечно опасно, потому что все ультимейты уже откатились в Вега. При желании все могли бы дать отпор. Но они решили в ответ забрать Тир-2. Что конечно для них будет довольно выгодным разменом. Как ТП-шки пошли от Вегас-квадром. Три штуки. Там же и Соло. Артизи бы сбить ТП. Артизи вновь уходит. Просто зафармить сейчас всех этих некров, всех этих фаржей. Это уже будет неплохо. Вы забрали вышку. Вы не дали сопернику забрать вышку. И по графикам, как мы видим, ну да, много ведут. Но вот чуть-чуть-чуть Вегас в себя пришли. Одну драку нужно выиграть для того, чтобы почувствовать в себе уверенность. Вот Смоук разбили. Кстати Смоук хороший. Потому что центральная линия... А нет, центральная линия пропушилась. Мне показалось, что она где-то встречается. Ну и все. ЕГЭ сейчас все прочтут. Никуда не получится выйти. Они пытаются сейчас в бочину между двумя товарами войти. И там поломать героев. Ну ДТ никто не взял. Боже мой. Такой шанс был. Так вот Соло может зайти. Соло заходит. Видит инвокера. Огрызается почему-то там интервердный. Бокерпост ушел на блинке. Там интервердный будет продавать. Или на развороте. Метеорит класс. Стягивает еще туда Дарксир. Дэмэджа не хватило. Но Ван БКБшку прожал. Ставится Десвард. Сумаил под Думан. Неприятно. Но Ван без хп остался. Тир встречает. Кстати, но Ван забрать. Но Ван будет лежить. Сулдаун залетает. Но Ван падает. Размен на Спиритбрекера. Артизи стреляет дальше. Цепляет Пашу. Сёма здесь. Каски уже готовы. Случа чего? Сумаил ныряет. Я ведь Юл. Под Юл будет ли что-то. Все в пулдауне. Будет Рокетберридж. Что уже в принципе хватает. Сёма падает. Фир идет дальше. Пытается подловить Пашу. И ракетка долетает. Хоминг миссл до Паши. Паша страдает. Незерстрайк в Пашу. Два Эншелла. Рокетберриджи. И падает Паша. Да. ДД очень бы сильно помогло. Если бы его забрали. В итоге Вилджиниусы делают размен 3 в 2. Причем Вега даже больше получают. За счет того, что байбэкнулся Спиритбрекер. Но конечно теряют они много. Так же. Сумаил живых остался. Гирокоптеру живых остался. Постреляли знатенько. Нормальный был выход. Если бы чуть пораньше отступили. Или бы забрали ДД. Мне кажется с ДД там бы вообще все замечательно было. На любом герое оно бы помогло. Сильно. Глиммеркей Путаска. Против чего? Против. Да много против чего на самом деле здесь. Да либо надо от инвокера спасаться. Метеорит закинул какой-то. Глиммеркей часть урона сувер. Да. Соло тоже фармит БКБ. Дум фармит БКБ. Он успел купить себе Мифрилхаммер. Вот кроме шуток. Если эти соберут ребята БКБ в какой-то момент. И заставят ЕГЭ податься в 5 на 5. То может получиться. Здесь еще такая штука. Что заставить подраться непросто. Есть каски. И все. Инициация Тускар. Тускар сноуболом тоже медленно залетает. К сожалению. Но если удастся подраться. Вот с купленными свежими БКБшками может получиться. Потому что герои очень много статов имеют у Веги. А здесь очень много магического урона. Инвокер все магия. Виверна магия. Дарксир магия. Гирокоптер. Да и Спиритбрекер тоже магия. В конце концов. Я представил себе эту ситуацию. Пускар собирает народ в кучку. В сноубол. Ребята покатили. Сейчас будем убивать. Да. Выходят Ульт Виверны. И идите сюда ребята. Я готов встречать. Много таких неловких ситуаций. Второй Мидасик появляется. Вот чего не хватило Веги в прошлой игре. Купи Operation в свое время Мидас. Могла игра совершенно по-другому закончится. Потому что Ульт с Аганимом и Ульт без Аганима. Две разные вещи. Да и там Рот Фотос в итоге не получил сделать. Да и уже и поздно было. Не против кого не работал. А вот Фир молодец. Красавчик. Он играет на позиции такого семи-суппорта. И понимает, что он хочет быть с артефактами. Может кстати Аганим все соло делает. Тут вот тоже хорошо зайдет все-таки. Потенциально в лейте очень сильный пик. Да, наверное Аганим сейчас побежит. Ну да. Потенциально в лейте очень сильный пик у Веги. Но как до этого лейта дожить, не проиграв там слишком много? Так, заходят. Провязали книгу третьего левела. Вега падает. Ну-ка, есть ли Vision? Не вижу, но не особо. Как-нибудь бы что-нибудь бы. Айшарт могут спалить. Айшарт или Сигил? Да, вот сейчас Маг идет. Маг Айшарт дал. Видит противника. Но знает, что Рошан уже там практически без хп. И спокойно забирает Аегис. Universe. Так, Сумаил запрыгивает. Пошли каски. Проблема у Мага. Магли, Меркей. Сумаила. Нужно, нужно забирать, выбивать Аегис. И сразу валить. Валить. А там Мега и Golden Brace. Фантастико. Они его спасают. Стягивают по стенку. Снова Маг падает. Винтерскерс к Пашу. Ноубан под БКБ. Пока пытается драться с противником. Паша страдает. Очередные замедления. Ставится Дэнсмарт. Снимает его полностью. Артизи. Артизи пробивает довольно серьезно. Артизи. Артизи. Артизи падает. Неплохо. Метеорит полетел по Семе. Семе тоже неприятно. Но пока неплохо дерутся, ребята. Избег эскадрон. Очень хорошо дерутся. Потеряли одного. Забрали троих. Еще забивать. Забирать этого парня. Он потратил блинг. Непонятно зачем. Неужели нету просветки? Просветки нету. Не ожидали. Смотрим Fight Recap. Какая шикарная драка. Выбили Аегис. Забрали двух героев. Это не день игры Баратрума для Фира. Потому что он сделал 4-5 ударов по Вич Доктору. Баш не прошел. И Вич Доктор убил Гирокоптера. Да, это было видно. В БКБ, казалось бы, Гирокоптер сейчас таким айтем билдом. Герой сложно пробиваемый. А тут такая палка, которая просто разорвала. Ситуация эта шикарная. Вели ЕГЭ очень много. Они могли стянуть на Рошана. Там неплохо подраться. В итоге Рошана нет. А Егиса нет. У Веге 15 минут не преимущества. Свободного времени для того, чтобы зафармить свои арты. БКБ на Doom есть. БКБ на SF есть. Найт Сталкер почти с агонимом. Это уже хотя бы что-то относительно того, что было. И преимущество не растет. Это вот тот самый надежный айтем билд. Такого героя Крекас Патрон. Который позволяет им уже как-то пытаться в более интересные артефакты выходить. Ну и конечно же принимать бой. Что мы с вами видели в предыдущем замесе. Вопрос к ЕГЭ. Как они на это все будут реагировать. Чем сейчас будут заниматься. ЕГЭ конечно очень жестко начудили в прошлой драке. Там Смейл запрыгнул. Дарксир никого не успел стянуть. Но все. Все же. Не все же нашим. Сумаила бы забрать. С него бы так много бабла получили. Он самый расфармленный герой на карте. Плюс преимущество у Evil Genius'а с огромное. И у него еще стрик из 7 киллов. 7.06. Да. На данный момент. Получается из 17 фрагов Сумаил принимал участие в 13. Да. Много. Шикарный коэффициент полезности у этого парня. На инвокере. Ну да. Тонус поначалу с анстрайком помогал. То есть непосредственно его участие в замесах не нужно было. А сейчас он ел там что-то дал тоже. А у ЕГЭ какие-то способности у меня ассист получил как минимум. Неплохо. Неплохо сыграно в любом случае. Интересно что он Уан будет фармить. У него БКБ уже есть. Сенжин Яша. Какое решение следующее будет? А что в этой ситуации может быть круто? Собрать. Уходить в урон уже начинать? Или все-таки Айов Скаде что добавить плотности? Ну мне кажется плотных героев достаточно и без Шадоффин. А вот какой-нибудь урон совместно с выживаемостью типа Баттерфляя добавить было бы круто. И потом просто чистый урон. Ну и плюс нужен контрольный. Я думаю что этим кто-то другой займется. Может быть Таск купит себе блинк. Может быть кто-то Хекс приобретет. Дум рефрешер. Ну Дум это не совсем тот контроль. То есть да ты даешь Дум, но инвокер-то под ним все равно убегает из тебя. А, да. Есть такая проблема. По поводу бабочки. А так ли нужна эта бабочка в данной ситуации? Ну а почему нет? С руки бьет только гирокордер по большому. Куча суммонов всяких. И бабочка дает много урона опять же. Ну как альтернатива просто Айхскаде. Не знаю. Тут опять же есть выбор. Есть выбор. Есть чего убирать, но ладно. Есть над чем призадуматься. Так. Ну а пока ЕГЭ. Вооружились поддержкой двух форджи-спиритов. Отправляется на нижнюю линию. Там стоит Тир-2, который хочется им забрать. Для этого ставится конечно же Вардец. Сапсервер. Сентрик пока не втыкается. И неужели Вега не будут пытаться сохранять? Не будут. Это неудачное вообще место. Там прыгнет Дарксир. Виверна даст тульт. Гирокоптер раскаст. Абсолютно невозможно сдэфить эту вышку. Русский проход, да. Действительно не самая приятная позиционка могла бы получиться. Ну и ЕГЭ так много ресурсов тратит. И форжи, и некрачи опять пошли. Ну и ЕГЭ скорее всего сейчас вот как Вега стянули в свое время ЕГЭ. Сейчас ЕГЭ стянут Вегу. Но раньше времени только ТП не стоит делать. Нужно по максимуму там получить. Слушай, а Глифа-то нет. Да, возвращаются. А Глифа нет. А Тавр-то падает очень быстро. А если принимать бой, то делать нужно прямо сейчас. Ну вот нормальный серв приходит. Два Кайла и... Ну и Каски, Каски тоже. А Каски-то улетают не туда немножко. Форжи переключаются. Лучше бы Тавр просто били. Так, ну вот Дум соло-соло ускоряется. Аканим у него уже есть. Вижу хороший. Артизи можно сбить ТП. Сбивает ему ТП неплохо. Артизи что будет делать? Туда же Метеор. Бласт. Откидывает Мага. Но живо. Слежим толстый паше. И НО-1. Ставится стенка. Стягивает. Но это безразличный бег эскадрона. Они прожимают снобол. Пытаются спамять противник. Артизи. Получает Дэдсфарта. В колдом рейсе был по-прежнему под домом. Падает он. Минус три уже сделали ребята из вега. Хорош! Хорош! Какая драка удается соло. Красавчик зацепил гирокоптера ЕГЭ. Казалось, что они осознанно это делают. Потому что гирокоптер-то был готов. Все тиммейты были готовы. Он раскастовался, после чего получил Doom. Но вега слишком круто провели эту драку. И было заметно, насколько уже не котируется, скажем так, Damaged Invoker от его способностей. Потому что вроде бы все прожали. Вроде бы все вкинули. А тут БКПшки. А тут под сейв в виде сноубола. Видимо Кантма. И вега Складрон чуть ли не с пол хп остались. Очень классно Сёма тянется своим вардом. Ставит его вот когда уже не сбить. Да, вот он. Баттерфляй. Ну оптимальный здесь выбор. И... Ну... Да. Все очень хорошо получилось. Да. Отыгрывают. Отыгрывают очень много денег. Видимо преимущество уже. Падает у ЕГС. Да все. Все. Они отыграли почти все. То есть если брать ту ситуацию, которая у них была, и сравнивать с тем, что есть. Вега знатные фармилы нейтралов тут говорят. Хе-хе-хе. Ну так. Из леса выносят 7700 голды в среднем. А следующий ближайший показатель вообще 5 с чем-то. Ну да. И у секретов. Ну очень много действительно вега фармит. Стараются получать. И что мы теперь имеем? Теперь у нас есть Найтсталкер с агонимом, который будет все эффективнее. Покупают гем. В перспективе это 16 левел Актарин, против которого невозможно играть. Абсолютно. Что будут делать ЕГЭ я не знаю. Их сейчас конечно поймали на кулдауне вот этих самых некров. Я думаю с некрами там было бы чуть сложнее. Но замес получился знатный. Да. Замес просто шикарный. Века подкрепили его еще путем с носа Тавара. 2500 всего лишь осталось у ЕГЭ при былых 7500. То есть 5000 было отыграно практически. Так. И вот теперь уже ЕГЭ. Я чувствую тебя не так хорошо как раньше. Сумаил задрот гнает некрача красного, который умирал от земли. Да. Золота за него много дали бы. Но в любом случае. Сумаилу по Стрик сорвали тоже приятно. А, Сумаилу сорвали Стрик. Вот. Вот это да. Это то чего не хватало. Ну и сейчас с гемом просто. Вот это вот этот пик если он соберет свои артефакты. Там еще если Вичдоктор нафармит какой-нибудь БКБ. Это чем останавливать непонятно. Дум прирост силы 3.2. У меня уже 2000 хп. 2.3. SF. Ну и нужно правда возвращаться все-таки. Потому что вам базу ломают ребят. Сумаилу Аллакрити вешает на Фоджи Спирита. Тут о прежнему нету Клифа не забываем. Тер-3 немножечко подкидается. И там Спиритбрекер пошел в Фир. Но ТПшки уже проделаны. А, ушли. Как говоря, Вичдоктор выходит довольно опасный такой билд. Он будет покупать себя к ним. То есть ему понравилось своим Deathswardом терзать с этих кор героев противника. С Аганимом это можно будет делать намного приятнее, намного лучше. Довольно логичный выбор. Казалось бы столько всего тебе сбивает. Но у тебя Night Stalker врывается вперед. Doom врывается вперед. SF стоит где-то вот рядышком. И Таск тоже врывается вперед. Ты стоишь за стенкой из трех мощнейших коров. В такой ситуации. Ну и да. И он с ультимейта много сейчас нанес урона. В предыдущей драке там по гирокоптеру. Этот урон, как всегда, в Fight Recap не зашел. Но там много было. Да. Один из топовых дэмэдж-дилеров по замесу. Получается всегда этот Свард. Вообще, EG стоит, наверное, акцентировать свое внимание все-таки на Вичдоктора. Периодически давать ему дизейблы какие-то во время ультимейта. Ну, то есть, оставлять какой-то дизейбл на то, чтобы его убить. Да. Сейчас Вичдоктор вот в последней драке, он подождал сразу после ультимейта Баратрума это сделал. То есть, Сёма тоже не так прост. Вега продолжают играть, с одной стороны, очень прямолинейно. Но, как мы видим, сейчас уже немножечко с хитрецой. Вроде бы, выходят в пятером по миду. Стягивают всех соперников. А Мак продолжает фармить топ при этом. Но и Сумаил не отстает. Но Сумаил подфиживает форжами неплохо. Приятно. Весьма. Да. Сейчас стоял такой обсервер у Вегас-сквадрона. Они видели, что Сумаил пошел на топ фармить лиса чужие. Может быть, на это подловить. Есть ощущение, что СФ какой-то гекс себе зафармит. Вот просто, не знаю. Ну, это может быть, конечно, и Линкен против Винтерскерса. Это может быть и Скади для статов. Я думаю, что будет Скади все-таки. Все-таки, все-таки. Вообще, конечно, в принципе, по статам такой, по выживаемости, он неплох. Нужен ли его так сильно Скади? Он опять же, он стоит за Думу, он стоит за Таскал, он стоит за Тайсталкером. Довольно далеко. Там сейчас такая ситуация, что у них скоро закончатся вот эти вот многосекундные БКБшки. Останутся 5-секундные. И там уже вот эти Винтерскерсы, они будут иметь вес. Тот же самый Дум, когда будут получать лещей от собственного СФ, это будет крайне неприятно. Вспоминая предыдущие драки, можно припомнить таких нескольких ситуаций, когда Нуан стоял в БКБ прямо рядом с героем. Да, да, да. Вот я об этом и говорю, что БКБ спасало. Не бил своего тиммейта СФ. Потом будет бить. Потом будет неприятно. Ну и, собственно, ЕГЭ опять у нас начинают вырываться за счет двух мидасиков вперед, за счет того, что больше они контролят. Но здесь в Веге уже не особо нужно торопиться. Даже если они еще потянут минут десять и все опять придет к семи с половиной тысячам, это уже будет не такой большой разрыв в процентном соотношении, какой это был ранее. Очень интересный выбор такой от Паши. Он покупается Травалапа, бима Фейзов. Травалапа, да. Чтобы быть более мобильным, мобильности не хватает. Разбивают Смоук. Так, без Вижона со стороны противника, соответственно. Пошли за Сумаилом. Сумаилу хочется подновиться. Прочитали, что он один. Ну и у гирокоптера МКБ. Это сейчас много будет. Сумаил. Ой, ой, ой. Реакция. Реакция. Сумаил дает торнадо. Вред тому, что получил Саленс. И ставится Десвард. Сумаил все равно не смог уйти. Но сделал все возможное в этой ситуации, конечно. Красавцы. Просто как же они его прочитали. Он молодец, что успел использовать все сплы. Но его прочитали так жестко, что команда даже близко не успела. В итоге успевают. Причем еще и Doom не нажал ультимейт. Так жадно забрать. Дабл дэмэдж неплохо было бы забрать. Ашан, и Аегис, и дабл дэмэдж, и Карди Грифс, и Аевскадио. Но ванна ситуация такая. Какая хорошая получается на карте. Вичдоктер забирает. Руны дабл дэмэджа. Ну просто из-за того, что бутылка, СФ все равно БКБ нажмет. Не будет работать. А Вичдоктер может быть кого-нибудь с 200 урона и запрессует. Интересный момент. Так, ну что, победа. Вот эти вега, моментальная реализация своего Аегиса. Так, Паша пропушил низ еще при этом. Да, пропушил линию. Ну там ТОП пытается отпушить у нас товарища Артизи. А, ДПшка у него в откафе 20 секунд еще. То есть ТИР-2 дефект точно не будет. Байбекайся, говорят Сумейлу. Байбекайся или... Ну нет, нет, там кулдаун ТП у Артизи. И Инвокер примерно в это же время появится он сам. А вот так вот. А вот так вот. До свидания, Виверна, без байбека. Не ожидал, Питер. Слушай, ТИР-3 минус. Инвокер появится через 3 секунды. Понятное дело, байбекаться не будет. Артизи все еще пока склип. Инис. Инис сразу. Такая халява. Вега, Вега. Пытается сразу дальше пойти. Но сейчас нужно будет траться против четверых, как минимум. Заходит Аш-Юниверс. Залетает. Никого не стынул. Паша просто перепрыгнул его. Так, вакуум подкачет еще 24 секунды. Так, так, так. Но БКБ правда пожал. Паша неприятный. Есть у него дум по-прежнему. Пошла ульта на гирокоптера. Гирокоптер не успел нажать. Флэк не сможет ни по кому стрелять. Заходит ульта. Ну-1 раскастовывается. БКБ заканчивается. Пошел санстрайк. Не убивает Пашу. Сноу-бол закатываются в Юниверс. Ну инис. Артизи. Артизи нужно добивать. Думаю рядышком бегает. Артизи все еще жив. Артизи только-только сейчас погибает. Он без байбека. И бараки. Бараки падают. Багдэ и ПТГ. Не всем понятно. Снова Вакуум. Винтерскерс. Одного ноу-1. Ноу-1 есть Эггис. Не забиваем. Поэтому можно просто-напросто забить. И с бабочкой вообще физикой не пробивают. Все машут руками. Никто не попадает. Падает Юниверс. Без байбека. Падает Сумаил. Без байбека. Это 1-1. Вега. Какой получился халябный заход. Фантастика. Ультра килл делает ноу-1 напоследок. Просто красавцы. Как же им было тяжело в этой игре. Если в прошлом у них было все для победы. И они не смогли в итоге. То в этой игре у них не было ничего. У них была ситуация аховая. Как победить? Не смог бы сказать, наверное, никто. Но теперь ДПКБшик. Один замес перевернули. И все потом пошло как по маслу. Но финальный заход это, ну, я не знаю. Это подарок. Просто подарок от ЕГЭ. Это Винтер Верны, который умирает. Это Артизи, который идет с плитпушкой. У него тп кулдаун. Это инвокер, который до последнего ждет. Кто-то не делает байбэк. Классика жанра. Вот этот вот халявный блинк на хайграунд. А вдруг там будет какой-нибудь саппорт. Которого можно будет забрать. И PPD ошибается. Немножко не утерпел. Напомню, что все началось с того, что прочитали Сумаила. Вышли. Убили. Рошан. Ну, здорово. За одну небольшую ошибку наказали... Убили.